Водя Тайная жизнь хищников Даже когда море манит нас, в его глубине идет настоящая битва. Все охотники сталкиваются с препятствиями, но те, что живут в океане, подвергаются самым серьезным воспитаниям. Некоторые используют умелую тактику и настолько причудливое оружие, что в это просто сложно поверить. Огромные чудища или мелкие хищники. У всех них есть своя тайная жизнь. В опасных водах Индонезии таится убийца, которого охотно бы наняли в армию. Он служит доказательством того, что размер не имеет значения. В длину он имеет всего лишь 15 сантиметров, но у него один из самых сильных ударов в мире природы. Это самец рака богомола. Он аккуратно раскапывает свое место. Но здесь больше раков богомолов, чем трещин, в которых они могут жить. Поэтому за первоклассную недвижимость приходится жестко сражаться. И все же охотник должен охотиться. Он создан для того, чтобы убивать. Он вооружен самым острым зрением из всех хищников на Земле и самой быстрой реакцией. Его глаза работают независимо друг от друга и нацелены на поиск добычи. Эти глаза различают больше цветов, чем глаза любого другого существа на планете. Они могут видеть поляризованный свет. Он приближается к своей жертве. Рак богомол раскрывает свой козырь. Клешни работают, как молотки. Эти напружиненные дубинки ударяют в 50 раз быстрее, чем мы успеваем моргнуть. Мы использовали сверхвысокоскоростную камеру, чтобы поймать момент удара. Действия рака создают ударную волну, которая в дальнейшем раскалывает раковину граба. Армия взяла бы на заметку такое оружие. После трапезы рак богомол возвращается в свой недавно построенный дом. Но кто-то незаконно занял его. Он мог встретить этого парня раньше и уступить ему. У раков богомолов хорошая память. Они скорее пойдут искать дом в другом месте, чем бросят вызов врагу, которого не смогут победить. После небольшого ремонта это выглядит многообещающе. Но, конечно же, на это место претендует его соперник. Он настоящий задира. И драка становится серьезной. Победитель прогоняет рака богомола и занимает свой замок. Он может жить в нем десятилетия и больше. Но проблемы с жильем не заканчиваются никогда. Недалеко от этих сражений успех еще одного хищника зависит от умения маскироваться. Этот безвредный холм из морских водорослей может быть чем угодно. Но это таитийская бородавчатая рыбоклоун – убийца рыб. Рыба идет вместо того, чтобы плыть. Скрытность лишней не бывает. Все, что нужно рыбе-клоуну – это подходящее место. Тогда она вводит в действие свою замечательную уловку. Ее приманка в точности похожа на червяка, избивающего савагонии. Звонок к обеду для голодной рыбы-кардинала. Субтитры создавал DimaTorzok Таитийская бородавчатая рыба-клоун также может выслеживать свою добычу. Камбало-образная рыба пытается спрятаться в темном песке, но ее уже заметили. Иногда случается небольшое несварение. В этой гонке вооружений методы маскировки постоянно совершенствуются. Настоящие профессионалы доводят ее до высшего уровня. Здесь на глубине не все является тем, чем кажется. Гигантский осьминог обладает нездешним расчетливым интеллектом благодаря своему мозгу, по форме, напоминающему пончик. Акулы находят осьминогов вкусными. И, похоже, этот потерял щупальца в битве с одной из них. Сегодня у него есть план. Выбрасывая струю чернильной жидкости, осьминог устремляется прочь. Но с тем же успехом он мог броситься и в противоположном направлении. Осьминог достаточно велик, чтобы съесть эту маленькую акулу. Еда — это все, что его интересует. Из-за своего огромного размера осьминог всегда голоден. Благодаря удачной охоте он имеет возможность расти. Но особь такого размера нуждается в постоянной подпитке. Его жизнь поддерживают три сердца, которые перекачивают богатую медью кровь голубого цвета. Осьминог может устроить настоящий конец света для ракообразных, используя свою невидимость. Этого краба ожидают сюрприз всей его жизни. Это не камень. Осьминог парализует свою добычу, выпуская в нее яд с помощью своего незаметного клюва. Добыче некуда скрыться. Ее ждут щупальца. 280 присосок на каждом щупальце демонстрируют сильнейший захват. Хотя гигантские осьминоги живут всего 4 года, они могут достичь 9 метров в длину и веса в 90 килограммов. Чтобы прокормить такое существо, требуется много крабов. КОНЕЦ КОНЕЦ Он запасается живыми крабами, пока у него не наберется целое множество. Это еда на вынос. КОНЕЦ А затем направляется в укрытие. КОНЕЦ Использованные раковины в его логове свидетельствуют о славном пире. Охотник доволен. КОНЕЦ Возможно, ни одно существо не может соперничать с осьминогом за титул короля маскировки, кроме его удивительной кузины. КОНЕЦ Эта каракатица носится по морскому дну, меняя свой облик во время охоты. Огромный мозг каракатицы контролирует 20 миллионов пигментированных клеток кожи, что позволяет ей сливаться со средой и ослеплять потенциальную добычу гипнотизирующим световым шоу. Восемь конечностей скрывают свою ударную способность, а пара более длинных щупалец быстро схватывает добычу. Эта каракатица потеряла одну из своих конечностей. Но это вовсе не останавливает ее. Она ненасытный, однорукий бандит. Маскировка – хорошая альтернатива и помощь многим хищникам океана. Но некоторым охотникам требуется оружие мощнее. Коралловые рифы – морской райский сад, но в нем найдется место и для змея. На соседнем пляже убийца прячется под камнями. В ожидании. Морской украйд покоится на берегу, но его добыча находится в воде. Кожа Крайта впитывает кислород из воды, но ему все же необходимо появляться на поверхности каждые несколько часов. Он не быстр и не свиреп. Несмотря на эти препятствия, любимая добыча небольшого Крайта – это живущие в пещерах чудища, такие, как пользующиеся дурной славой Мурена. Укус Мурены оставил без пальцев многих ныряльщиков. Но у Крайта есть секретное оружие. Яд. Куда более смертельный, чем яд черной мамбы. Эта Мурена получила свою порцию. Крайту приходится как следует растянуться, чтобы проглотить ее. Но он справляется. Набив брюхо, он немного подождет. А потом отправится обратно на берег, чтобы переварить еду и отдохнуть. По всему Тихому океану наступление ночи знаменует появление хищника, заряженного током. Электрический скат патрулирует холодные темные глубины фьордов. Больше метров в длину, обладающие плохим характером и агрессивные, скаты имеют оружие, которое как нельзя кстати подходит к их настроению. По обе стороны от его головы располагаются две природные батареи, способные оглушить человека током. Лишь несколько человек были свидетелями его атак в диких условиях. До этого мы. Плавники электрического ската составляют диск по форме, напоминающий космический корабль. Это позволяет ему с легкостью плавать и выжидать момент, когда к нему подплывет добыча. Но у него есть проблема. Его глаза и рот находятся по разным сторонам головы. Мы сфокусировались на ударе, чтобы вы смогли оценить эффект. Нашей команде потребовались недели работы, чтобы сделать эти редкие кадры. Он оглушает рыбу до состояния беспомощности и затем вслепую ищет ее. Оглушенную рыбу уносит течением. Он плавно подплывает к своей добыче, а затем устремляется прочь. Многие океанские хищники полагаются на менее шокирующий способ охоты. Именно скорость помогает поймать добычу в открытом океане. Самые быстрые хищники в море – это рыбы-парусники. Они собираются на массовые убийства у побережья Мексики. Выплывая из глубин, тысячи сардин сбиваются вместе, надеясь остаться в безопасности благодаря численности. Но этот статный инстинкт готовит почву для пищевого безумия. Рыбы-парусники поднимают свои паруса и вспыхивают разными цветами, чтобы напугать сардин и согласовать свою атаку. Они сгоняют паникующих рыб в один большой мерцающий шар, а затем нападают на одну за другой. Скорость – одна из наиболее успешных тактик, которые придерживаются хищники океана. Это совсем не похоже на то, о чем мы думаем, когда видим морскую звезду. Существует около двух тысяч видов морских звезд, большинство с пятью щупальцами. А этот монстр в своем роде просто о скорости. Морская звезда-подсолнечник осязает и обоняет все вокруг с помощью 15 тысяч трубчатых ножек, передвигаясь с колоссальной скоростью 60 метров в час. Это вселяет ужас в медлительных обитателей морских глубин. Моллюск сердцевидка похож на удобную мишень до тех пор, пока не выпускает свою мощную конечность. Одно резкое неверное движение, и моллюск обрещен. Но даже прожорливая морская звезда имеет своего заклятого врага. Пришло время для мести краба. Это психоделическое существо — редкий камчатский краб из залива Бьюджет. Краб безжалостно пронзает одну из 19 конечностей морской звезды. Но у звезды есть своя защита. Она отделывается от этой конечности. Краб получает свой ужин, а звезда спасается бегством. Она способна отрастить запасную конечность. Океан предлагает миллион способов охоты. Но иногда самые умные позволят другим поохотиться за тебя. На Аляске, у побережья Алиутских островов, вот-вот разыграется удивительная драма. Жизнь этого огромного бурого медведя может зависеть от исхода одной драмы. Он потерял почти треть веса своего тела за время зимней спячки. И он не единственный ужасно голодный медведь, ищущий еду. Поэтому он подбирается ближе к месту добычи. Косатки – высшие морские хищники. Они прибывают сюда словно по расписанию, преодолев сотни километров пути. Косатки прибыли, чтобы охотиться на серых и горбатых китов в период их миграции на места летней кормежки. Это идеальное место для засады. Охотники кружат вокруг добычи, отделяя детеныша от матери. И сглодавшиеся медведи наблюдают за этим со своих зрительских мест. Косатки наваливаются на детеныша, чтобы утопить его. Хищники голодны и торопятся, поэтому они выбирают самую доступную часть – нежный язык и губы детеныша. Затем наша команда впервые снимает удивительное поведение. Хитрые косатки разбирают по кусочкам туши животного, оставляя запасы на дне. После того, как косатки припрятывают свою добычу, они возвращаются к охоте. Но не все их жертвы остаются лежать на дне. Некоторые появляются на поверхности по мере разложения. На это как раз и рассчитывали медведи. До того, как медведи начнут есть, они должны установить неофициальную иерархию. Отчаянный голод только подливает масло в огонь, пока большой самец не побеждает всех. КОНЕЦ За такие морепродукты стоит побороться. Маленькая лиса не представляет серьезной угрозы. Но вот волка здесь терпеть не будут. Наконец, насытившись, он позволяет другим присоединиться к этому пикнику на пляже. КОНЕЦ Одна эта туша может накормить все прибрежное сообщество на месяцы вперед. Хищники оказывают огромное воздействие на мир вокруг себя. Когда они кормятся, оставки трапезы часто перепадают другим. Это поддерживает общий баланс. В северо-западной части Тихого океана заросли бурых водорослей скрывают впечатляющие формы жизни. Оставленные без присмотра, усаженные шипами морские ежи разрушают заросли, создавая пустоши. Но у морских ежей есть враг, который жестко отстаивает свою территорию. Это угревидная зубатка. Мощный двухметровый хищник. Она настолько же голодна, насколько уродлива. Ее сильные зубы сточились от долгих лет, пережевывая не самые жесткие добычи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Несмотря на ее челюсти селки и внушающую страх морду, она в некотором роде романтик. А вот и объект привязанности. Леди в красном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угревидные зубатки – верные партнеры. Его девушка возвращается домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она устраивается в гнезде рядом с ним. Настоящая картина семейного счастья. Но они недолго пробудут одни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрослые особи угревидных зубаток наслаждаются близостью в тесноте. Но их логово может слишком переполниться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они мечут до 10 тысяч икринок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немногим малькам удастся выжить. Но достаточно выживших станут счастливыми домоседами, как их родители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хищники редко доживают до зрелых лет. Но ей больше 30, и она едва вышла из юного возраста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это морская черепаха Бисса. Она готовится к большому событию. Она вернулась в то место, где когда-то родилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она безжалостный охотник на медузы и устойчива к их стрекательным клеткам. Но одних медуз недостаточно, чтобы удовлетворить ее аппетит. Она съедает почти 200 штук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ее острым клювом и узкой формой головы она изящно подходит для другой специальной пищи. Крошечных животных, называемых губками, которые вытягивают жизнь из кораллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Губки содержат токсины и кусочки стекла. Но черепаха способна переварить их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она проглатывает свыше 400 килограммов губок в год, тем самым создавая новое пространство для роста кораллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плотно поев, она чувствует зов своих первых воспоминаний. Пляж, на котором она родилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У взрослой черепахи-бисцы есть только один большой враг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брошенные рыбацкие сети наводят на грустные мысли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под покровом ночи черепаха выползает на пляж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она откладывает яйца размером шарики для гольфа и аккуратно присыпает их песком, орудуя плавниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два месяца спустя, ночью при свете Луны, песочные насыпи на гнездах начинают осыпаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Появляется крошечный первопроходец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его движения заставляют других сородичей проделывать путь снаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беззащитные, будучи всего сантиметр в длину, они начинают свой путь к морю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждая песчаная дюна, как Эверест. Каждый метр побережья, как километр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только один из тысячи маленьких черепашат, сможет выжить. Но эта новая самка достигает убежища. Плота из морских водорослей. Здесь маленький хищник может отдохнуть и отведать крошечных крабов и медуз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если удача улыбнется ей, через 30 лет она вернется на эти пляжи, чтобы сыграть свою собственную роль в выживании своего вида. Фильм озвучен студией Арк-ТВ. Текст читал Владимир Рыбаченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова